Здравствуйте, уважаемые друзья! Пришло время поговорить о последних новостях спорта. Сегодня, в очередном выпуске еженедельника о спорт, мы подготовили для вас следующие темы. Одесский женский баскетбольный коллектив «Интерхим» в овертайме обыгрывает гостей из Ивана Франковска. Юринский волейбольный клуб «Химик» терпит первое поражение в отечественной женской суперлиге. Минифутбольный клуб «Одесса» на своей площадке громит команду из «Ковеля» «Шанс Авто». Одесский черноморец одерживает свою первую победу на учебно-тренировочном сборе в Турции. В открытом зимнем первенстве Одессы по футболу под проливным дождем были сыграны поединки восьмого тура. С вами еженедельник о спорт. Не переключайтесь. Топ-новостью минувшего спортивного уикенда стало очередное противостояние лидеров украинского женского волейбола. А если быть более точнее, то первое поражение в сезоне четырехкратных чемпионок Украины в волейболистах юринского «Химика». 30 и 31 января в центральных матчах десятого тура подопечные Сергея Голотова на своей площадке принимали запорожскую орбиту. Стартовая партия первой встречи этих команд началась под диктовку хозяек игрового паркета 6-0, в стартовом составе которых на позиции центральной блокирующей вышла Елена Расточила. В последствии этого гандикапа вполне хватило юринским волейболисткам для того, чтобы довести партию до своей победы 25-17. Первый тревожный звоночек для «Химика» прозвучал во втором сете, который стал зеркальным отображением предыдущего игрового отрезка. Из-за плохого приема в организации атак юринских волейболисток возникли серьезные проблемы, которыми сполна воспользовались подопечные Игоря Филиштинского 25-21, сравняв общий счет партии. Третий и четвертый сеты соперничества этих клубов получились самыми напряженными, а в них инициатива неоднократно переходила то к одной, то к другой команде, и все же, скорее всего, ключевую роль в определении их победителя сыграли опыт и мастерство игроков «Химика», которые напомнили о себе самые важные и ответственные моменты. Партии подопечными Сергея Голокова с огромным трудом, но были выиграны 25-23 и 27-25, а вместе с ними юринские волейболистки отпраздновали успех и во всем матче 3-1. Я очень рада, что меня поставили в состав. Девочкам спасибо за поддержку тренеру, за подсказки. Ожидали от орбиты такой игры? Ожидали, конечно, ожидали. Но мы надеялись, что они будут играть так же, как и в первой партии. Удивительно, но соответствующие выводы перед повторной встречей юринской командой сделаны не были. Запорожская орбита сумела вновь навязать «Химику» борьбу, которую на этот раз выиграла. На финише первой партии соперниц вновь разделили всего два результативных в розыгрыше мяча 23-25. Орбита повела 1-0. Второй сет подопечные Игоря Филиштинского завершили в свою пользу вообще без шансов для чемпионок Украины 25-16. А это уже было более чем серьезно. Все шло к тому, что третий сет в этом матче мог оказаться последним, поскольку и его начало юринскими волейболистскими было с треском проиграно 2-8. Но это еще был далеко не конец. Каким-то чудодейственным образом «Химик» умудрился партию спасти 25-20, а впоследствии на Кураже выиграть и четвертый сет 25-17, сравняв общий счет 2-2. Дело оставалось за малым – выиграть пятую партию. Но вот в ней-то в игре подопечных Сергея Голотова вновь обозначились проблемы. При счете 4-3 в свою пользу юринские волейболистки позволили орбите набрать 7 очков подряд, которые отыграть «Химику» оказалось не под силу. 11-15 и лидер регулярного сезона Украинской женской суперлиги терпит первое поражение в нынешнем сезоне 2-3. Амбиции амбициями, но во всяком случае не хочется быть слабее других. Хотя действительно, не в обиду девчатам, материал не самый выдающийся, чтобы слепить такую единицу. Но зато сильнее командой, командным духом. Есть недочеты, конечно, во многом, очень во многом есть. Но стараемся играть по уму, подчеркиваю, по уму, учитывая слабости противника, анализ. Сейчас эти вещи все, если они реализуются, то находим нити, как минимум, уравнять игру. В какой-то мере это удалось сегодня. Не потому, что позитивный результат. Он и вчера был позитивный по игре. Если нам удается, команда, которая претендует, ну пусть они не обидятся, что выиграть европейский кубок, и нам удается играть почти что на равных, можно по-разному оценить. Случайно сегодня выиграли. Но мы обе игры играли хорошо. Таким образом, 31 января прервалась 46-матчевая победная серия юниорской команды в домашних матчах Украинской Суперлиги, которая длилась с 22 апреля 2012 года. Несмотря на первое поражение в чемпионате, подопечные Сергея Голотова продолжают уверенно лидировать, набрав 57 очков в 20 проведенных матчах. Идущая второй запорожской орбита отстает от чемпионок страны на 12 пунктов. В женской баскетбольной лиге Украины очередной поединок второго этапа соревнований провели представительницы одесской команды «Интерхимс Дюшор» имени Бориса Литвака. 31 января соперницами подопечных Ирины Щипакиной стал Ивано-Франковский коллектив «Франковск». Первая четверть одесситками была провалена по всем статьям. В эти минуты преимущество команды гостей достигало отметки в 16 очков. Ценой отчаянных усилий в середине второй 10 минутки хозяйки игрового паркета почти догнали баскетболиста Киза Ивана-Франковска. Однако к большому перерыву гости все же сохранили преимущество в 9 очков. В третьей четверти для нашей команды все пошло еще хуже. Отставание «Интерхима» возросло до 18 очков. Однако силы команды гостей, которые привезли в Одессу всего 7 игроков, оказались не бесконечными. «Интерхим» воспользовался такой возможностью и начал догонять соперниц. Роль лидера одесской команды в этой ситуации взяла на себя 17-летняя Юлия Мусиенко, которая своим напором завела подруг по команде и внесла решающий вклад в перелом в ходе борьбы. Впрочем, основное время матча, завершившееся в днищу 70-70, победителя не выявило. Посему выяснение своих отношений соперницы перевели в овертайм. Дополнительные пять минут подопечные Ирины Щипакиной провели уже куда собранней, вырвав победу как в этом игровом отрезке, так и во всем матче со счетом 86-75. Лучшим снайпером встречи оказалась Кристина Мацко из Франковска, которая набрала 27 очков. 17 баллов в активе одесситки Юлия Мусиенко. По 16 пунктов набрали еще две представительницы «Интерхима» – Светлана Калибовчук и Ольга Борисенко, которая к тому же сделала 14 подборов. Эмоции просто непередаваемые. Спасибо тренеру, что поверила в меня и разрешила мне играть. Спасибо девочкам, которые меня постоянно поддерживают. Если бы не они, я бы не собралась и не сыграла бы так, как... После четырех туров в соревнованиях первой шестерки женской лиги лидирует столичная «Динамо» и одесский «Интерхим», которые набрали по 8 очков. Как раз эти два соперника и встретятся в очном противостоянии в следующем туре 14 февраля в городе Киеве. Второй круг чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги открылся для мини-футбольного клуба «Одесса» домашним матчем против команды «Шанс Авто» из Ковеля, которая на старте нынешнего сезона нанесла подопечным Павла Ардаковского очень неприятное поражение со счетом 7-3. Непростыми для одесситов вышли и стартовые минуты ответной игры. Ковельская команда, ряд футболистов которой буквально накануне выезда получили травмы, прибыла на матч с одним вратарем и семью полевыми исполнителями. Однако это не помешало «Шанс Авто» навязать одесским горожанам полноценную борьбу. Равная игра на площадке продолжалась вплоть до середины первого тайма, когда МФК «Одесса» наконец-таки повел в счете. В составе нашей команды на 12-й минуте отличился Максим Паутяк. После этого взятие ворот преимущество окончательно перешло подопечным Павла Ардаковского, которые в концовке первого тайма забили ворота футболистов из Ковеля еще два мяча. Их авторами оказались Денис Марченко и Сергей Коваленко. Не менее результативно одесситы провели и стартовые минуты второго тайма, к 24-й минуте сняв все вопросы относительно победителя этого противостояния. На 23-й минуте Денис Марченко сделал счет 4-0, а спустя минуту на вобрание с Одессой опытный Максим Копьев довел счет до разгромного 5-0. Только после этого горожане позволили своему сопернику единожды огорчить себя, после чего организовали ворота команды «Шанс Авто» еще четыре мяча. По два точных удара удалось нанести все тем же Денису Марченко и Максиму Копьеву. Финальная сирена зафиксировала убедительный реванш мини-футбольного клуба «Одесса» со счетом 9-1. После встреч восьмого тура одесситы набрали 10 очков и поднялись на пятую позицию в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с коллективом «Рятувальник», который из-за лучших показателей пока расположился на четвертой строчке. Кстати, именно против этой команды подопечные Павла Ардаковского и сыграют свой ближайший матч в рамках чемпионата Украины. Он пройдет 7 февраля в городе Ромны. На учебно-тренировочном сборе в Турции первый контрольный матч в рамках подготовки к весенней части сезона провел одесский черноморец. Подопечные Александра Бабича одержали убедительную победу над представителем высшей лиги румынского чемпионата клубом «Университате». Победу одесским морякам принесли точные удары в исполнении играющего тренера команды Анатолия Диденко, отличившегося на второй минуте встречи, румынского футболиста по фамилии Няк, забившего в свои ворота, а также Вадима Еворского, который на 84-й минуте установил окончательный итог первого тренировочного матча черноморца в наступившем году. 3-0. В ближайших планах подопечных Александра Бабича значится проведение на Средиземноморье еще четырех тренировочных игр. 1 февраля под аккомпанемент проливного дождя состоялись встречи восьмого тура открытого зимнего перенства Одессы по футболу. Центральные поединки очередного игрового дня турнира прошли в этот день на учебно-тренировочной базе с Дюшор Черноморец в Атраде. В этом году вышли футбольные клубы «Балканы» и «Атлетик», команды, ведущие отчаянную борьбу за попадание в первую четверку. Счет в этом матче был открыт на 12-й минуте игроком команды «Балкан» Сергея Мурсуленко, чей плотный удар в нижний и дальний угол ворот взастал врасплох опытного Игоря Шуховцева. Упрощили свое преимущество в счете облатили Кубка Одесской области на 48-й минуте, когда в их составе на удар из-за предела штрафной площадки решился еще один опытный боец Анатолий Опря, вновь заставивший «Атлетик» начинать с центра поля. 2-0. Концовку встречи подопечные Александра Голоколосова провели на половине поля «Балкан» и на 70-й минуте один мяч сумели отыграть. Ворота команды из самого футбольного села Заря Саратского района Одесской области поразил Александр Грозов, подсластивший своему «Атлетику» горечь поражения. 1-2. Следом за этой парой в очном противостоянии сошлись основные претенденты на победу в групповой стадии турнира футбольные клубы «Реалфарма» и «Люксион». Первой ее величество «Фортуна» улыбнулась чемпиону Одессы. На 21-й минуте в составе «Люксиона» счет в матче открыл Рустам Циня. Впрочем, еще в первом тайме представитель второй украинской лиги сумел отыграться и выйти вперед. На 26-й минуте после розыгрыша углового удара Андрей Фаюк ударом головой паритетно табло восстановил 1-1. А спустя еще 5 минут фармацевты за игрой рукой в собственной штрафной площадке Владимира Рудова заработали право на пробитие 11-метрового удара, который хладнокровно реализовал штатный пенальтист «Реалфарма» Денис Балан. 2-1. После перерыва соперники еще по разу сумели огорчить друг друга. На 45-й минуте после розыгрыша стандартного положения и последующей грубейшей ошибки Галкипера «Люксиона» Андрей Фаюк упрочил преимущество «Реалфарма» 3-1. А на 62-й минуте Владимир Рудой, красивым по исполнению ударом со штрафного, установил окончательный счет этого поединка. 3-2. Победа первой команды «Реалфарма». Завершала программу игрового дня на тренировочной базе в Отраде встреча между второй командой «Реалфарма» и юношами черноморца «Ю-17». В первом тайме особой борьбы между соперниками не получилось. Резервисты и «Фармацевтов» сделали результат уже к 22-й минуте, забив ворота юных моряков 3 мяча. На 8-й минуте в стане подопечных Александра Бондаренко отличился Евгений Вишняков. На 15-й преимущество «Реалфарма-2» упрочил один из лучших бомбардиров команды Павел Новицкий. И непосредственно на 22-й минуте третью пробоину юношам черноморца нанес потенциальный новичок «Фармацевтов» Евгений Ушаков. А вот после перерыва игра выровнялась. Более того, под занавес матча юным морякам один мяч даже удалось отыграть. Однако ключевого значения он не имел. 3-1 «Реалфарма-2» одерживает свою очередную победу на турнире. В параллельных встречах, которые прошли 1 февраля на тренировочной базе Черноморца по улице Архитекторской, были зафиксированы следующие результаты. Команда «Соханет» забила 11 безответных мячей ворота команды «Краянмур Академия». Футбольный клуб «Заря» неожиданно отобрал очки у одного из лидеров турнирной таблицы футбольного клуба «Жемчужина», сыграв с ними в ничью 1-1. И, наконец, кадеты Черноморца уверенно обыграли футбольный клуб «Одесса» 3-0. После встреч восьмого тура турнирную таблицу возглавила первая команда «Реалфарма», в активе которой 18 очков. Столько же у идущего вторым футбольного клуба «Люксион». На один балл меньше у коллектива «Жемчужина», замыкающую тройку лидеров зимнего перенства города. На четвертой позиции с 16 очками – вторая команда «Фармацевтов». И на пятом с 13 пунктами в активе расположился футбольный клуб «Балканы». С вероятностью 99,9% можно предположить, что именно эта пятерка и поведет основную борьбу за четыре путевки в полуфинал открытого зимнего перенства «Одессы», следующий девятый тур которого состоится в воскресенье 8 февраля. С вами была программа «Оспорт». До новых встреч!